Так, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу. Приветствую всех братьев, сестер, всех, кто подключается сейчас после такого перерыва обведенного. Четвертый урок, история Восточной Церкви. Сегодняшним днем я рассказывал о фактах, некоторых таких очень страшных. Вот, ужасных, но перед тем я свидетельствовал о том, что Иисус Христос является действительно воскресением и жизнью. И Израиль в своей истории, мы знаем из Библии, однажды напоминал о собой поле весьма сухих костей. Весьма сухих. И никакой надежды по-человечески не было вообще. То есть в еще гораздо более плачевном состоянии. Но даже в таком состоянии у Бога, не знаю, у него целые горы оптимизма. Представляете, даже в таком состоянии он смотрит на народ свой по-другому, не как человек. И когда пророк говорил слово Божье, да, дух Бога дохнул на тех потом убитых. Костя, все соединилось, потом дух дохнул на тех убитых. Вот. И встала вот эта вот полчища, армия Божья. Это очень хороший знак для сегодняшней новозаветной церкви. Очень хороший знак. Я понимаю, что для, допустим, протестантских церквей, да, актуальнее, конечно, говорить не об этом, а о пробуждении актуальнее говорить. Но для вот восточной церкви, православной церкви о пробуждении говорить не приходится фактически. Потому что бесполезно пробуждать мертвое. Мертвое надо воскрешать. Вот. И это тот же самый дух Божий. Он также действует, только спящих он пробуждает. А мертвых воскрешает. Вот. И поэтому и мертвых Бог пробудет. Как Гоголь Николай Васильевич писал-то вот как раз по поводу мертвых душ. Нам-то в школе одно говорили. Но я тогда еще подозрел, что что-то здесь не так нам говорят. А потом, когда почитал переписку с друзьями, Николай Васильевич, так и ахнул. Оказывается, предчувствия-то не обманули. Совсем о другом. Как раз и художник сам, как писатель, он имел в виду. Он говорил о том, что без Христа, без Евангелия души мертвые. Но выгодят друзья, он обращался к друзьям, не будьте мертвыми душами, но живыми. И он как раз объяснял, что через Христа душа живая. Вот. И действительно это так. Вот. Живые души только через Христа. Поэтому реформация это, по сути, возвращение ко Христу. Иисус, говоря с Никодимом, помните, он сказал как раз, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И дальше вот знаменитый 16 стих, что ибо так возлюбил Бог мир. И дальше. Вот это потрясающее свидетельство. И опять-таки, помните, по эквизиологии я немного упоминал о том, что здесь не совсем простое место писания. Оно поначалу кажется простым, на самом деле очень даже непростое, очень сложное. Я верю, что оно, вот эти ближайшие годы, очень сильно вот эти тексты откроются для христианства. Они пока сокрыты еще, эти тексты во многом. Хотя они везде цитируются, но в них больше тайны, чем пока явлено. Вот и для меня было самым таким еще откровением для этого слова, то, что Иисус сам, он как действительно целитель для народа Божьего. Как вот в то время ужаленные, да, все эти умирающие люди, да, или их дети умирали, их жены, я не знаю, но друзья, соседи, товарищи, или они сами уже умирали от яда. У них был один лишь, у укушенных этих, в числах описывается эта история, во время исхода того великого, один был лишь вариант спасения, взирать на вот это изображение, да, медный змей мы говорим, да. И по тексту ивритскому опять, если брать оригинальный текст, то скорее всего, но я не дерзаю на все 100% подтверждать, но скорее всего, имеется в виду не изображение змея как гада, как именно вот такого, а пернатого змея, именно серафа, серафима, серафима, потому что в оригинальном тексте, кстати, в украинском одном из перекладов, там не о гиенке, там кого же еще, кулеша что ли, забыл я, тоже серафы называются, то есть там один из украинских переводов тоже говорит об этом, в английских переводах есть это, тоже серафы стоят, в русском переводе нет этого, к сожалению, там по-прежнему только змеи одни, но в оригинальном тексте гораздо все драматичнее, там идет речь не только о змеях, ну как кобра, герза, там какие-то еще ядовитые змеи, которые поражали евреев, от этих змей можно еще отмахаться, и это не так было бы трагично, понимаете ли, трагично в том, что кроме таких обычных змей, я не отрицаю, что да, и такие уже обижали людей, но сверхъестественный поразитель был серафимы, там вспоминаются в оригинальном тексте, серафимы, их описание шестикрылые, двумя закрывают они лица свои, двумя закрывают ноги или хвосты, в другом варианте, и двумя летают, шестикрылые существа, такие очень странные существа, и они там взывают друг о другу, кричат, там буквально в оригинальном тексте они со всей мощи просто кричат друг о другу, представляете, вот свят, кадош, 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 свят, 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 они вопят просто друг о другу, и обычно, когда мы серафы, по-татарски, или на арабском асрафил, то же самое, если с татарского, это буквально, значит, в пламени горящий, буквально, и с еврейского текста, да, значит, это пламенеющий, горящий, огненный, но есть и другие переводы, ивриты, другие переводы, о них обычно, ну, как бы, христиане так вот почему-то не вспоминают, но они самые интересные дальше, дальше другие варианты перевода, жалящий, поражающий, серафы, это ангелы, которые могут прийти с разным посланием, знаете ли, как говорится, ничего личного, это посланники Всевышнего, вот, когда мы поем, в пятницу вечером, шаббат встречаем, там, вот эта песня старая, добрая, такая еврейская. Шалом Алейхем, Малахей Ашар, Малахей Ильё, Мимелех, Малхей Амлахим, Хакадош Баруху. «Приходите с миром, ангелы Всевышнего, посланники благословенного». Там разные переводы есть, а потом имеется в виду «оставайтесь с нами, с миром», а потом другой купляет «ну и уходите с миром» тоже. Да, это как еврейская пословица «гость, который больше трех дней задерживается, как и рыба, тухнет, уже нужно пахнет». Не, ну, ангелы, они приходят с хорошими новостями обычно, да, значит, к добрым людям на здоровье, как говорится, да. Вот, и вот эта старая песня, старая добрая еврейская песня, которая поется, как «Приветствие ангелам». Там нет молитвы ангелам, да, значит, но «Приветствие им», как посланникам Всевышнего. И напоминание людям о том, что Бог посылает своих вестников, ну, с разными новостями. Знаете ли, там имеется в виду, что с очень разными новостями могут приходить ангелы, но мы просим «приходите с миром к нам, ангелы Всевышнего». И вот там в числах серафимы пришли с плохими новостями, очень дурными, поражать народ Божий. И если от таких змей можно было еще отмахаться, отбиться как-то, то от сверхъестественного поразителя невозможно. Как говорится, против лома нет приема, да. Против ангела, как ты восстанешь вообще. Вот, и изображение змея. Я сделал эскиз такой, многофигурной композиции. Я вообще пейзаж люблю всегда. И у меня, в общем-то, в основном, если как художник, то всегда волнует пейзаж природы. Иногда натюрморт, редко портрет, но многофигурных композиций я особо никогда не делал, кроме как вот тогда в училище художественном пробовал. Но это, понимал, не мое. А здесь родились эскизы у меня вот в эти годы последние. Много интересных таких родилось эскизов. И вот один из таких самых для меня удивительных, это эскиз как раз истории медного змея. И там, как бы, такое светящееся, такое вот изображение, доминирующее такое. Это вот как раз вот там в виде змея, не змея, но как в виде серафа. Вот как раз он напоминает, помните, как крест. Крест, да. Напоминает крест. Как раз вот именно то, что, как бы, а за ним прорезь все такое, чуть-чуть, виднеется, как бы, вот указание на крест голговский, вот, как бы, на страдание Христа. И в этой композиции многофигурной у меня почему такая идея возникла. Утром, как раз вот молитва была, и после хлебопреломления у меня вот эта вот сама вот идея, сама собой возникла она. Вот, что в этой композиции люди, ну, ближе там, может быть, к Моисею, там, люди в этих старых таких, этих одеяниях, потом там и, чтобы были разных эпох люди тоже, разных народов и современных костюмов тоже люди, чтобы современные люди тоже не взирали вот на, и спасались, и чтобы змеи отпадали. Знаете, вот, сегодня, даже если яд змеиный, он действует и погибает, неважно, поместная церковь или отдельная верующая, или целая конфессия, там, или целые такие юрисдикции большие, вот, выход есть, на самом деле, выход есть. И с любой, даже неразрешимой ситуацией, это взирать на начальника веры, совершителя веры Иисуса. Один философ, еще в 19 веке, сказал такие слова интересные, Дани, его звали, он сказал, что Иисус, это тот, о ком, даже одна мысль о нем делает мир чище. Вот, я когда вот пересчитывал, мне так понравилась эта мысль, думаю, надо же, точно, я это по своему христианству вижу. Я это вижу, например, от многих очень братьев, которые рассказывают свои свидетельства. Вот, и действительно, для церкви это исход, взирать на Христа. Тогда был Моисей, сейчас у нас есть вождь нашего исхода, нашего времени, это Иисус Христос. Действительно, он, как Моисей, только для всех поколений людей, для всех народов сегодня, евреев, неевреев, для всех абсолютно. Поэтому этот урок, я вот начинаю с таких слов, Иисус, именно он, именно он является выходом и исходом. И, неважно, восточная церковь, западная церковь, какая ни была бы церковь, демонизированная, там, противобожная, отступническая, любая, для любой ситуации есть выход. И, наоборот, даже самая духовная, самая помазанная церковь, если Иисус будет чуть в стороне, будет уходить из центра внимания, все, ничто не поможет. Ни огромные здания, ни огромные финансы, ни хорошие доктрины, библейские школы, налаженные служения, ничто не удержит. Есть один лишь для нас всех ответ, это сам Иисус, все, только Иисус. Спасибо тебе, Господь. И, друзья, говоря о восточной церкви, я вот упомянул вот эти, вы запомнили, да, два этих таких очень страшных явлений. Я не буду обо всех соборах говорить, нет смысла, потому что у нас мало времени вообще. А я много очень люблю всяких свидетельств давать. Я хочу, знаете, что сказать, сразу перескочу через, или сказать о соборах. Сейчас. Давайте, значит, если... Чтобы картина была полной, вот, чтобы картина была полной. Вас могут смущать словами такими, по поводу в мощи, я говорил, да, допустим, что, мол, я сейчас вспомнил такую вещь интересную, тоже как раз в вопросах было. Вот на кости Елисея, помните, да, бросили мертвеца, и он воскрес. И в семинаре говорят так, на самом деле, и нам говорили, что вот это, как бы, одно из объяснений, почему культа мощей, почитание мощей. Потому что, вот, мощи, как бы, останки Елисея, да, брошены мертвое тело, и оно, человек воскрес. Но, опять-таки, знаете ли, вырвав из контекста любые вот эти вот, не знаю, много можно текстов повырывать. Можно построить очень разных учений, великое множество. Я поэтому обычно говорю, что нельзя на вырванном из контекста каком-то фрагменте строить доктрину, тем более практику такую большую, церковную, ни в коем разе, нельзя. Даже если это очень соблазнительно, допустим, мормоны, допустим, взяли, да, да, они называют себя христианами, да, значит, христианами, вроде, я бывал там, общаемся, Иисус Христос, все Христос, это хорошо. Но, слушайте, вот эта практика, крещение для мертвых, зачем, для чего делать это, ну, практикой, повсеместной практикой церковной, тем более, вообще, непонятно. В православии, допустим, вот эта большая болячка такая, что вырвать из контекста тоже и построить на доктрину. И вот, если историю Елисея мы прочитаем в контексте, что же происходило, история видится по-другому совсем. Так же, как объясняли и еврейские толкователи в древности, и ранее христианские толкователи объясняли, просто Елисей, он действительно просил двойного помазания Ильи, да, и чудес у него действительно в два раза было больше, ну, одного не хватает. И он умер, так и не увидев еще одно чудо. Там есть предположение еще древних этих цадиков, что еврейских, что шла речь о Геезии, который так и умер, прокаженном, который так и не очистился. Возможно, он должен был бы быть исцеленным, но он не исцелился. Но, по крайней мере, Елисей ушел в вечность, так и не увидев ровно в два раза больше чудес, чем его учитель. Но уже после смерти его, Елисея, Бог совершил чудо. Он верный своему слову, даже если человек не верный своему слову, Бог остается верным своему слову. И исполнилось чудо это. То есть это доказывает не то, что нужно теперь почитать останки человеческие, ни в коем разе. А то, что он верный своему слову. И даже если ты умираешь, допустим, ты не увидел исполнение этого обетования, этого слова, ты не должен отчаиваться, руки заламывать, должен спокойно уйти. Потому что Бог знает, как это сделать, даже через твои останки. Интересно, что был случай здесь, в Украине. Его пример, как пример приводили не раз уже этот случай. В Западной Украине в одном селе была женщина, уверовавшая. В ее селе все были формально грекотолики, православные, но люди невозрожденные. Она знала Бога живого, она была возрожденной, покаялась в Песняхинской церкви, но в этом селе жила. Благовествовала людям и свидетельствовала, и своей жизнью. Короче, к концу ее жизни, ну, полсела примерно были уже верующие люди. Вот такое пробуждение через эту женщину пришло. Вот, а потом, значит, но был такой, как бы, инцидент, что никто из ее родни, из ее семьи не был верующим больше. То есть, они не приняли живого Бога. Дети разъехались, прочее, значит, и некоторые люди ее укоряли даже. И говорили, вот, почему из твоих домашних никто так и не обратился, вот люди другие каются, а твои нет. Она умерла, так и не увидев никого из своей семьи покаявшихся. Но самое интересное, уже на похоронах ее, когда приехали дети там хоронить, они увидели, там, больше полсела собралось провожать ее, значит, и гимны поют, и все, молятся. На ее похоронах уже кто-то из ее родственников покаялся первых, значит, а потом, в течение года, до первой вот годовщины ее смерти, вся ее семья ее покаялась. Дети, которые жили в разных городах, покаялись, внуки покаялись, многие стали служителями. И потом было свидетельство такое, что она, да, она умерла, так и не увидела, казалось бы, спасение своего дома. Она все время молилась об этом. Вот, но Бог сделал так, что они покаялись. Почему? Я не знаю. Не знаю деталей, но я понимаю, что... Спасение совершилось. Спасение совершилось. Спасение совершилось, да. Поэтому, да, вот, то же самое с Елисеем. Я думаю, что он умер в радости, несмотря на то, что, может, и, как бы, ложка дегтя и была, вот, что вроде как бы не исполнилось до конца то, что он просил, но оно исполнилось. Аминь. Оно исполнилось. Так что, слава Богу, да все. Много других из примеров. Вот, допустим, иконопочитание оправдывают обычно вот еще в семинарских тоже учебниках, там берут, допустим, пример. Вот, значит, вопрос был о подате Кесарю. Там, значит, взяли монетку и что изображение? Кесаря. Вот, и ты воздавайте Кесарю Кесарева, Богу Божьему. При чем есть иконопочитание? Ну, дальше комментарий семинарского учебника такой, что, вот, мол, в те времена императорам, как богам, поклонялись через их образа, значит, через их иконы, там, ну, статуи, допустим, да, приносились им жертвы, как богам при жизни, да. И, вот, значит, и, как бы, в этом эпизоде Иисус, как бы, пророчески говорил о том, что будет и возможность у вас поклоняться Богу через иконы, через тоже образа, как императорам через статуи поклоняются изображения. И, вот, однажды в христианстве, мол, будет такое. Тогда, мол, евреи не были готовы просто к этому откровению, но он пророчески, как бы, это предсказал, иконопочитание. Вот, но на самом деле это неправда, потому что в то время императорам, как богам, при жизни не поклонялись. Это чуть позже возникла, эта традиция такая. Хотя их тоже считали сынами божьими, там, значит, да, значит, да, ни в коем. Но после смерти, правда, их обожествляли. Но, понимаете ли, вот пытаются люди найти какие-то оправдания из вот таких эпизодов, будем так говорить, да? Так. Да. Господь да благословит нас. Так, и... После, уже после Халкидона, есть восточные древние церкви, называемые дохалкидонские церкви, древние церкви, до наших дней, которые не приняли вот этих доктрин. Но, в целом, православие, вот такое официальное, традиционное, оно считается вот после Халкидонского собора, как раз и начало формироваться. И цезарь-папизм, впоследствии, как раз после этого Халкидонского собора, цезарь-папизм стал, ну, уже каноном, каноном, таким обязательным уже правилом, церковным правилом, что главой церкви был император уже. До того это было, но это не было закреплено, как бы, канонами церковными. А уже Пятый собор, Шестой собор, значит, Седьмой нет, но Пятый и Шестой собор, следующие, они это уже канонизировали. Какой пример привести-то? Вот в Стамбуле, я не был в Турции ни разу, но вот очень хорошая иллюстрация такая. В Стамбуле вот этот огромный собор, который стал мечетью впоследствии, Святой Софии, храм Святой Софии, он, этот собор, сделан, был построен еще в пятом столетии. На каком? Шестое столетие, уже шестое столетие, да? Стоп. Пятьсот, да, да, шестое столетие. И при Юстиняне, император Юстиняне, да, шестое столетие. Так вот, и этот собор считался, как бы, центром православия, вселенского такого, восточной всей церкви, всех этих, всего, всех ветвей восточных. И император, по сути, вот этот Юстинян, который строил этот собор, он воспринимал это как вот знак такой своей власти, что ли. Даже он, говорят, воскликнул при, значит, освящении этого собора, о, Соломон, я превзошел тебя. Вот, да, ну, явно не умом, не сообразительностью, но он считал богатствами всеми этими, вот, убранством всем, он превзошел. Ну, опять-таки, он полстраны пустил по миру, строя этот собор. Но история такая была, что этот человек, император Юстинян, строитель того самого собора, он женился на Феодоре. Вот, той самой блуднице, известной такой в то время, значит, которая была его любовницей, а потом стала его, ну, первой леди стал, первой леди. Так вот, и в это время как раз были узаконены антисемитские вот эти вот все правила. Кстати, даже вот, вот та самая практика куличей, знаменитых, допустим, это все вот того времени. И тоже эта практика такая оккультная, вот, через Юстиняна и Феодору все это пришло. Так, да, да, это как раз шестое столетие. Вот. Наверное, самый такой пример еще. Вообще, если говорить о Восточной Церкви, она развивалась все-таки как-то странно. Вот, если сравнивать Восток и Запад, вот я все время для себя даже, как бы, порой теряюсь. Вот, в Западной Церкви там в чем-то проще, даже изучать историю Западной Церкви проще. Там больше документов, там, понимаете ли, все как-то подсчитывалось, документировалось. Даже, ну, правила церковные, допустим, они все, ну, как-то имели завершенную какую-то форму. На Востоке большинство, подавляющее большинство правил и практик, они как-то хаотично выглядят. То есть, они просто где-то были приняты, где-то были провозглашены, и чаще всего ссылки ведут в никуда. По-настоящему-то. Поэтому, вот, не знаю, даже молясь за Восточную Церковь, за Восточное Христианство, как-то надо молиться, наверное, о том, чтобы как-то все упорядочилось хотя бы. Потому что, допустим, западное богословие проще, и реформация даже началась на Западе, она как-то имела какое-то обоснование. Допустим, вот в те времена, ну, чуть позже, правда, уже чуть позже, какой там, 10 век даже, еще перед Крещением, Русь была крещена Киевской, Крещение Руси в конце 10 века, а вот в начале, ну, немного перед тем, какой там 940-й год, забыл уже. Ну да, где-то так вот, лет за 50 до Крещения Киева и Руси Киевской. Значит, в Византии, допустим, там было уже официально закреплено вот это учение, там, молитва за умерших, допустим, да. Вот, кстати, на Русь, вот мы сейчас общались тоже вот как раз с корейцами, получается, ну, с корейским гостем, да, значит, с Кореей, пастором. И в чем, как бы, преимущество все-таки сейчас Кореи в чем? Что христианство пришло туда с Христом, с Евангелием. И, как бы, конечно, свои традиции какие-то были привнесены, западные, да, и гость вот скорее, он не отрицает, он говорит, что да, там западные некоторые такие нюансы пришли и образы мышления даже. Но, понимаете, большей частью, там, доминанта была именно сам Христос. И даже удивительная вещь такая, я, как бы, честно говоря, не знал таких деталей, вот сейчас, пока там обедали, узнал, что, оказывается, в начале Библии даже пришла к ним туда, а потом уже только миссионеры. Интересно, это, думаю, это большое проведение Божье, потому что, знаете, на самом деле, тогда даже у людей преимущество какое, они могут даже, в конце концов, проверить миссионера, то ли он вообще говорит вообще, понимаете ли, истинно ли, да, он говорит. Это великое, ну, какое-то особое благословение для корейского народа. И, значит, к нам христианство пришло, ну, тоже христианство, казалось бы, да, но Христа было очень мало, знаете, как обезжиренное, да. Как вот раньше молоко привозили, да, значит, с молокозавода там разбавляли водой, там по дороге разбавляли, потом в магазине разбавляли, и уже молоко уже синее, разливное было обычно, как у нас, да. В банку трехлитровую, если наливают, после этого молока банку можно не мыть, оно синюшное такое молоко. Вот, значит, и, в общем, там молоко есть, да, но его очень там мало, там в основном была вода, значит, да. И, понимаете, значит, конечно, значит, да, вот так же и христианство. Вот разбавили там греческим, да, римским, потом еще чем-то, халкидонским, там, значит, да, значит, и прочим разбавили. И, в конце концов, оно вроде как христианство, а вроде как и не христианство, понимаете ли. Вот, это как сейчас там в Туле там висела реклама, белорусы привозят молоко, там продают, и реклама у них там молоко из молока. Слава Богу! Слава Богу! Потому что у нас обычно молоко там из пальмового, все это, значит, как бы растительного и пальмового в основном, значит, там, значит, как бы, слава Богу, за Африку кормят Россию, значит, а так бы, значит, понимаете, значит, Значит, а то по области и по другим областям соседним ни одной уже молочной фермы нету, а молоко откуда-то все больше и больше молока этого. А потом сказали, что там молока, ну там молока-то и нету. А слава богу, что вот батька привозит от батьки молоко из молока. Думаю, странно как бы, да. Да, значит, сейчас уже как бы так порой не найти колбасы из мяса, молока из молока и прочее. Век обмана какого-то живем, слушайте. Но вот так же христианство, да вроде как христианство, но там порой есть такое христианство, что там христианство даже и рядом не лежало. Знаете ли, вот вроде как бы и там должно быть христианство. Но я верю, что бог ревнует о имени своем, о имени своего сына, очень сильно ревнует. И даже если христианство номинальное, и даже оно лишь только называется таковым, у господа есть ревность о имени своем. Я верю, что он хочет произвести такое действие, чтобы это было реальным, настоящим уже христианством. Эволюция вот этих лжеучений, вот такой очень хороший пример. Вот я говорил, что перед крещением Руси лет за 50, за 48 даже, точнее, даже лет, кстати, да, точно, вот это учение о молитве за упокой, оно было сформировано. И получается так, что пришло вроде учение о молитве к нам, да, но не за живых, получается, а больше за мертвых. Кстати, в иудаизме, допустим, да, значит, сейчас есть молитвы вспоминательные, еще в раннее средневековье появились такие практики, молитвы вспоминательные отца, матери, воинов, там, еще кого. Но, опять-таки, это привнесенная в иудаизм традиция тоже с язычества и не без влияния христианства. Есть хорошее влияние друг на друга, есть такое плохое влияние, вот, и, как бы, мы порой такое плохое влияние тоже оказываем друг на друга. Вот, религиозное, такой религиозный плагиат определенный. Вот, хотя в иудаизме нет таких систем вымаливания, но сегодня в современной практике, допустим, в синагогах и хасильских, и таких строгих, ортодоксальных, много таких практик, которые, ну, с иудаизмом библейским никакие не идут сравнения. Те же самые портреты Ребе, которых, умерших, которых там целуют, чтение на могилках праведников записок, значит, там, и молитвы на могилках праведников, и прочее. То есть, очень много практик в современном иудаизме, которые ничего общего не имеют с библейским богословием, ни с Богом, ни со здравым смыслом. Вот, и многие эти практики современного иудаизма, они не без влияния христианства и ислама. Вот так вот даже скажу. Вот, и в христианстве, если по поводу иудаизма и ислама я не очень так могу детально все рассказать сейчас вам, как у них это все появилось, могу лишь в общих чертах это рассказать, то в христианстве я это уже, как бы, знаю, как это пришло в жизнь христиан. Вот, вот такая история. Началось еще все задолго до того, значит, в четвертом столетии еще. После Константина, когда, значит, монашество, христианское уже монашество появилось. Ну, христианское монашество это, по сути, те же самые гностики, только которые стали называться христианами. И вот, духовность гностиков это чаще всего спиритизм. Помните примеры, вот я приводил как-то этого, сейчас, Макарий Египетский, пример приводил. Макарий Египетский. Вот в рассказе о нем, «Житие Макария Египетского», вот официальное издание, там десяток добрых есть примеров вот такого откровенного спиритизма, общения с умершими. Чаще всего записанные со слов его и учеников, где свидетелей почти не было, или только лишь он один, один на один со слов его, или же в присутствии его учеников. Но там есть один пример интересный, когда спиритизм был, Макарий Египетский практикуем, там, будильничка, да? Да нет. Вот, в присутствии очень многих людей. Ну, там был такой случай, описывается, было убийство, такое, очень такое, нашумевшее. Вот, жестокое убийство, и судили, обвиняли, значит, этого мужа, убили женщину одну, и обвиняли ее мужа в убийстве в этом жестоком. Судьи разделились там во мнениях, народ тоже разделился во мнениях. Вот, дело было в Египте. Вот, и не знали, как поступить с этим мужчиной. Одни хотели его оправдать, другие на смерть осудить. И вот, в древности, в дохристианской, как бы, до Константина эпоху, в Египте было принято в таких случаях обращаться к медиумам, значит, для консультирования, вот, чтобы они могли духов вызвать. Вот, а здесь уже вроде как христианская страна, империя, но было принято найти все-таки такого волшебника. Нашли христианского волшебника, нашли вот этого монаха Макария Египетского, который, с его слов, имел общение с умершими людьми, не раз и не два уже. Вот, и молва по пустыне ходила уже об этом, значит, и вот, его пригласили. И вот там описывается, как в присутствии, там, судей этих, горожан. Пришли все, они вместе с этим Макария Египетским на кладбище, где была похоронена та женщина. Макарий там возвал, вот, и женщина стала отвечать, горожане опознали ее голос, что это она отвечает, умершая. Вот, он стал спрашивать по поводу убийства, значит, детали, виноват ли ее муж, она сказала, что он не виноват, это не он убийца. Вот, значит, и мужчину освободили, одним словом, вот, то, что голос это звучал, она полностью оправдала, этого мужа. Вот, значит, и его отпустили, как говорится, из зала суда, невиновен он. Вот, и после этого слава Макария Египетского, она, ну, даже за пределы Египта вышла, вот, потому что, как бы, значит, нашумевшее было такое дело, уголовное. Вот, и интересно, что все это до сих пор, до наших дней, преподносится как духовность, положительная духовность, понимаете ли? Макария Египетский, он официально святой, значит, и его опыт преподносится как духовный. Обычно в семинариях так говорят, что, вот, спиритизм, он, как бы, грех, да, грех, но грех это для простого человека, для простого населения. Но для духовных людей, особенно вот для монахов, допустим, для старцев, это уже не грех, наоборот, это даже хорошо. То есть, общаться с умершими нельзя, да, это для всех, но есть исключения, особенно вот эти вот духовные такие лица, они могут. И ссылаются обычно как раз вот на вот Макария Египетского, на кого-то еще, там много этих примеров, но просто из жизни Макария это самый такой известный случай. Ну, там еще Макарий, допустим, его откровение о молитве за умерших, что надо молиться за упокой, значит, знаменитый эпизод такой есть, беседа Макария с черепом, так его называют. Когда он, значит, по пустыне шел, Макарий Египетский, нашел человеческий череп, каким-то образом вызвал дух, которому при жизни череп принадлежал, и стал с ним беседовать. Из черепа дух отвечал ему, он задавал вопросы, и вот из этих вот вопросов-ответов Макарий вынес такое мнение, что молиться за умерших нужно, значит, можно и даже нужно. Значит, этот череп, как бы, считается там из-за разговора, детали некоторые разговоры приводятся в этих житиях, так вот, и там, значит, ясно, что при жизни, как бы, этот человек был египетским оккультным жрецом, короче, оккультным жрецом, и он, с его слов, находится на самом дне ада, и мучается в пламени, там, всем и прочее, прочее. Но даже такие люди, которые на самом дне и жарятся, там, значит, в самом пекле, со слов этого черепа, как бы, да, значит, даже им бывает как некое утешение и отрада, когда вот о них, там, молятся, когда их, там, вспоминают, там, и прочее. И Макарий, там, прослезился, как бы, он, там, стал молиться, значит, и вот, как бы, значит, вот для вот этих бедолаг, на дне ада находящихся, там, для них есть утешение. Вот, они видят друг друга, там, слышат пение какой-то, там, и какой-то у них бывают поблажки какие-то бывают. Да, вот, понимаете ли, вот, казалось бы, бред, бред, но до сих пор это обычно приводят, как одно из самых первых и важных откровений, почему надо молиться за упокой. Можно вопрос, да, да. Подожди, 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 подожди. Нет, ну, вот именно, если по теме. Да, по теме именно. Ну, ведь в Библии говорится, то, если мы возьмем, да, ну, и священники читают, если до сих пор это они, что не видят, что написано, что, ну, те, что проводятся, там, допустим, через огонь гадать или ворожей предать смерти. И точно так в откровении книге написано, что ничто, ну, там, преданно мерзости и лжи, мерзость, это ж мерзость для Бога, и плюс, там, вот, гадатели вот эти, помните, тоже написано, что... Да я-то помню, но... Нет, я за то, что говорю, почему, вот, люди, ну, читая вот это Писание, при том, что священники... А почему думают, что читают? Почему вы убеждены, что читают? Просто вот это вот как-то... Это стереотип, что, значит, раз священник должен наш Библию читать, это совершенно, на самом деле, не так, совершенно не так. Подавляющее большинство священников Библию не читают. Вот, больше того скажу, что многие, даже закончив семинарию, Библию фактически не открывали в своей жизни. Если открывали, то только лишь на уроках, значит, по... Все четыре класса семинария у нас был предмет, да, значит, священной истории Ветхов и Новых Заветов, да. Большинство семинаристов, вот тогда, по крайней мере, в конце 80-х, выходя из семинарии, фактически Библию в своей жизни не открывали. Вот, вообще. Вот, хотя знают о Библии, многие эпизоды знают прекрасно, значит, там, допустим... Ну, нет, я не говорю, что они знают, знают на уровне Детской Библии, Священной Истории Ветхов и Новых Заветов, а также тексты богослужебные. Но даже дело не в том, даже... Нет, и не все, не все, далеко не все. Есть много священников достаточно, которые Библию читают, есть даже библеисты, есть, которые штудируют ее и на оригинальном языке, и на еврейском, и на греческом языке. Есть те, кто знают, вот, тот самый покойный Януарий, допустим, о нем говорили у нас, я не знаю точно, но за что купил, за то продал. Семинаристы говорили, и в Ленинграде как раз они говорили, что он вообще на оригинальном языке, на греческом, на память, помнил все Евангелие. Вот, значит, поэтому, как бы, есть очень большие умники-священники. Но дело в том, что, понимаете ли, разные есть... Мы порой говорим совершенно с разных сторон, об одном и том же. Для протестантов Библия является, как некая конституция, допустим, да? Вот, для восточной церкви, православной, допустим, церкви, Библия, она святая, да? Она даже суперсвятая, ее целуют, поклоняются пред ней, значит, читают, распев ее, да? Но она на практике не является книгой главной в жизни. Даже большинство священников, я говорил, помните, да, закончив и семинарию, и академию, у них нет понимания, что Библия имеет какое-то отношение к моей вере сегодняшней, к моему христианству, значит, и вообще, что она нужна практически как-то для жизни христианина. У большинства священников отсутствует такое понимание вообще. Вот, значит, и это беда, большая беда. Еще большая беда в том, что подавляющее большинство священников не возрождено свыше, просто не знают, как спастись, в чем путь спасения. Если вы спросите, допустим, обычного, среднего священника, сельского или городского, неважно, спросите, допустим, вот как спастись, вот в чем путь спасения, значит, вам дадут разные ответы. Ну, как правило, вот обычно, средний священник обычно скажет так, ну вот будьте моральными, да, вот делайте добро, ходите в храм, праздники не работайте, посты соблюдайте, говейте, причащайтесь хотя бы там, ну, раз там в полгода или раз там в месяц. Ну, в зависимости от понимания священника разные будут ответы. Но все, что говорят священники, процентов 90 священства, епископов, митрополитов, там даже, значит, неважно, это, по сути, будут ответы о чем угодно, но не о самом главном. Понимаете ли, вот такой пример приведу. Однажды был такой диспут, импровизированный с моей стороны, я не готовился к такому диспуту, в Удмуртии, на севере России, в Ижевске, ну, не в Ижевске в самом, а там есть поселок такой, городок Пугачево называется. И, значит, там была евангелизация, местная евангельская церковь, и они пригласили меня. Я был в Ижевске, проповедовал, там, на стадионе, там, ну, тогда еще было свободно в России, это было лет 10 назад, больше даже. Вот, значит, и тогда могли церкви протестантские арендовать даже такой большой зал, там, проводить служение легально. Сейчас многие церкви уже уходят в подполье, потому что вынуждены из-за гонений, протеснений. Здесь-то свободы, как бы, да, значит, а там, к сожалению, другая ситуация совершенно. Но тогда было еще свободно, и они пригласили меня в Пугачево проехать, там, недалеко, на машине поехали, там была евангелизация. Я проповедовал, значит, и вот там получился после служения, там, значит, служение сорвали, просто-напросто пришли там женщины с колами, с лопатами, пришел местный священник, значит, он хулиганил, буянил, вырвал все провода, там, шнуры все с мясом, значит, ну, короче, нанес там все эти повреждения. Но самое интересное, приехала милиция, не его забрала, а нас забрала. Хотя у нас официально было разрешение, тогда еще, до всех этих законов репрессивных. Вот, официальное разрешение было, все-все-все, как положено. А потом нас поместили в обезьянник, как говорят, значит, вот, насчет меня там и братьев. И, значит, а потом местный там милиционер, этот капитан милиции, он, как бы, извиняюсь, уже несколько часов нас продержали там. Вот, значит, протокол составили, хотя, ну, вообще, на ровном месте. Но потом этот местный капитан, он сказал, значит, там, милиционер, что, как бы, извиняюсь, что, извините, но мы просто вынуждены так сделать. Было видно, что им не нравится то, чем они занимаются, но они были вынуждены, потому что начальник милиции ихний, с этим батюшкой, они старые друзья. Они вместе и водку, и по саунам, и, короче, во все тяжкие. Значит, и если бы мы сейчас вас не забрали бы, нас бы все поувольняли, все отделение, просто поувольняли бы все. Поэтому, поймите, мы вынуждены. Он так вот, ну, видно такой, этот капитан, милиционер такой открытый. Другие молчали, а этот, он так вот, ну, и видно, что мы-то благоставляли, я благоставлял, там, о Христе говорил. Ну, и видно, что его сердце так расположено было вообще, к вере. Вот, потом выяснилось, что он вообще, оказывается, с Украины, вообще, оказывается, насчет этого капитана. То есть, он уже где-то слышал слово, где-то там у себя, там, на родине, то есть, ну, здесь, в Украине. Вот, то есть, он, и он вот так вот сказал, что нас бы все отделение поувольняли, если бы сейчас мы не приехали, бы не забрали бы вас бы. Хотя, по документам, вы правы, извините, говорит, ну, вот просто, ну, он просто умолял, просил, заплатите небольшой штраф, значит, ну, нас пощадите, потому что нас всех поувольняли. И мы за них помолились, я, там, и на того капитана, на других, там, этих сержантов всяких возложил руки, помолился. Так они, он еще признался, потом уже, когда выводили, говорит, начальник сказал, вас еще, говорит, и, короче, немного при задержании, как бы, побить, значит, ну, мы просто, вот так вот, щадяще вас, значит, отнеслись. И, значит, а потом получилось так, значит, а тот священник, он не унимался, он привел уже с собой целую, значит, толпу на евангелизацию бабушек с лопатами, те пришли, там, с колами, там, конкретно пришли, там, не слушать Слово Божье, а драться пришли. Вот, значит, их не тронули, значит, а тронули простых верующих, которые пришли с Библии, значит, просто молиться, благоставлять, представляете, то есть, ну, это ненормальная ситуация, когда насящий меч наказывает делающих добро, и поощрять делающих зло, это уже не от Бога уже ситуация, совершенно. Вот, должно быть наоборот, как раз, носящий меч, тот, кто облечен властью, он должен наказывать делающих зло, и, наоборот, поощрять делающих добро, вот тогда уже от Бога сие будет, это будет от Бога власти, а так все извращено, к сожалению. Уже тогда все эти были на метке, но сейчас это уже стало уже нормой, к сожалению, тогда это было только лишь локально где-то, и вот, но я сейчас не о том даже хотел вспомнить. Вот, таких инцидентов десятки были тогда, вот, и сейчас постоянно тоже меня там то задерживают, то штрафуют, то допрашивают, и фактически приходится последние годы, особенно вот эти вот последний год-два, работать в условиях конспирации чаще всего. Поэтому, ну, здесь в Украине, конечно, легально свободно проповедуют, здесь, слава Богу, свобода совести, поэтому цените эту свободу, дорожите, не везде так, как вот здесь, поэтому, знаете, что это, это благодать особенная. Вот, христианским, в России христианам многим говорили, были пророчества, что все так будет, но не верили просторя, не верили проповедникам многим, вот, и, а теперь уже, вот, знаете ли, перед фактом встали. Ну, ладно, и с этим священником у меня был диспут, получился так вот, импровизировано. Там такая столовая, не столовая, ну, тоже в центре прям этого городка, мы пришли туда, в эту столовую пригласили, значит, там, и там почти вся столовая была полна этих людей, это все в основном были его прихожане, или же прихожане, или же захожане, вот, ну, как бы от него. И, буквально, евангельских верующих там было, ну, не знаю, ну, из десяток человек, не больше, ну, и со мной еще, вот, кого выпустили из милиции, ну, нас было сколько там, четверо, что ли, вот, и все, то есть, вот, собрались мы там, и священник, он, как бы, там, начал, там, говорить, туда-сюда, значит, вот, его, вот, эта фраза, кстати, я запомнил, что, ряса наша, крест наш, а ты не наш, как бы, казачья. Засланный, как бы, да, харизмат ряженный, как-то еще там называл, не помню, там, ну, что такое, вот, но, так интересно, меня во всем обвинял, а потом, ну, я пытался что-то сказать, знаете, ну, так, по-доброму, по-хорошему, а он не слушает, знаете, вот, как об стенку горох, вот, он совершенно не воспринимает ничего, а еще-то он, значит, поближе со мной, поближе ко мне, значит, там, и кричит, ну, бог здоровья меня обидел, такое голосище такое, вот, значит, там, красный весь, хоть прикуривать него, значит, и кричит, значит, его, ну, все слушают, значит, а он все кричит, значит, ну, ладно, я уже взмолился про себя, так, господа, про себя, ну, как бы, я понимаю, что вставить даже пять копеек не получается, просто стоять, терпеть, как бы, слушать все это, ну, ладно, вот, и я взмолился примерно так, что, говорю, ну, как-то жалко стало, что, ну, непонятно, что я здесь делаю, вот, значит, взмолился так, что говорю, господи, ну, дай слово для этого человека, потому что он не воспринимает то, что я ему пытаюсь говорить, он не воспринимает совершенно никак, вот, и, значит, и второе, что я попросил, если будет слово-то для него, то дай возможность ему это сказать, я не хочу кричать, там, или что-то, значит, вот, перекрикивать, нет, смысла нет, это же не, там, какие-то там ток-шоу какие-то, вот, значит, ну, и вдруг пришло слово, вот, реально, я не додумался бы сам поставить вопрос вот так вот ребром, и второе исполнилось, моя просьба исполнилась, представляете, вдруг тишина, вот, у него, вот, как будто весь этот словесный, вдруг прекратился вообще, вот, вот, реально, он просто, он, что, выкричился, выкрикался, высказался, и вот, и стоит, и молчит, вроде как бы все сказал уже, понимаете ли, я понял, что вот сейчас момент истины, вот это слово, которое пришло, пусть я, ну, как бы, сам бы не догадался, так бы поставить вопрос бы, но думаю, ну, раз я попросил, значит, надо сказать это все, я и сказал, вот, я даже не помню вот всего, как я это сказал, это как-то так, ну, когда в духе так было, но я сказал примерно так, что, вот, выговорю, ну, священнослужитель, говорю, есть уважаемый человек в этом городе, как-то так интересно у меня получилось вступление, да, да, значит, мягко так стелил как-то, вот, значит, и сказал ему дальше, что вот, да, вас здесь уважает как священника, говорю, и вот говорю, скажите, пожалуйста, вот вы сами спасены вы или нет? А, возрождены, не помню, как, ну, или так, я и так, и так потом сказал, но, вот, типа, спасены вы или нет? Если, потом говорю, если ваш сегодня последний день и час, знаете ли, куда вы пойдете? В рай или ад? И самое интересное было дальше, я его за язык не тянул, вообще, он мог бы, вот, в прошлые разы я что-то пытался, что-то такое сказать, он даже не воспринимал вообще, и продолжал говорить о того, отчего остановился, как будто даже я вообще ничего не говорил, понимаете ли? Ну, такая тактика, морду танком и вперед, вот, значит, а здесь, понимаете ли, а здесь он сам сказал следующее, вот, буквально, цитирую, цитата такая, э, что-то прервалось, не хочет, интернет такой выдерживать, вот, значит, вот, внимание, он сказал следующее, цитирую, нет, не возрожден, а, да, именно так, именно нет, да что такое? Ладно, хорошо будет запись, хоть, он сказал, нет, не возрожден, и скорее всего пойду в ад, конец цитаты, я, честно говоря, вот всякого ожидал, вот такого не ожидал, нет, я понимал, что он так, и большинство священников так думает, ну, как бы, когда общаешься, так с священниками, но, но чтобы это было прилюдно, вот так вот, там же много народу, и все, в основном, его прихожане, я не ожидал, вообще, и самое интересное, он сказал, он-то возле меня, недалеко от меня, и, понимаете ли, и, я вижу, что он сам оторопел, услышал самого себя, и опять сказал, и опять замолк, и опять стоит, и молчит, представляете, вот, как бы, вот в русском языке сейчас выражение такое известно, догоняет, он стал догонять, что он сам сказал, вообще, знаете, удивительная вещь, человек разумный, да, начинается с того, что он слышит самого себя, это потрясающе, одному мудрецу сказали, почему Всевышний дал одни уста и двое ушей, есть разные варианты ответов, один из ответов такой был, что, чтобы слышать и себя, и собеседника, или в два раза больше слышать, чем говорить, ну, разные варианты есть, интересные, вот, разумность пробуждается в человеке, когда он начинает слышать самого себя, и слышать собеседника, и вот, и интересно, а до того человека, гомо сапиенс, не назовешь еще, вот именно, только гомо, но не сапиенс вообще, а, ну, сейчас гомо обычно ассоциируется с другим, ладно, ну, в смысле, человек, но еще не разумный в смысле, вот, и, так вот, и он опять замолчал, дальше я уже не имел слова Бога, но я понял, в каком русле надо дальше говорить, и, я сказал дальше, вот, вот, запомнилось мне, вот, как-то интересно, я сказал, и народ стих, и народ слушает, понимаете ли, самое интересное, вот, и, значит, я говорю, что вот, если вы как священник, говорю, вот, как вот, здесь вот, уважаемый человек, пастор душ, как бы, говорите, что, значит, вы не возрождены, и, скорее всего, пойдете в ад, я снова процитировал, его самого, для него самого, ну, больше для людей даже, тогда, честно говоря, то, куда вы можете повести за собой людей, потому, что большинство здесь присутствующих, говорю, я понимаю, что они доверяют вам, как пастору, как священнику, и вот здесь вот, услышав это, он уже спохватился, тем более народ-то уже, рты пораскрывал, бабушки даже, самые эти воинственные, с лопатами, и те, как бы, а кто его знает, понимаете, куда он нас ведет, если он сам-то ват идет, оно нам надо, при всем уважении, батюшка, вы как-нибудь без нас там, не понимаете, даже эти воинственные, стали не такими воинственными, вот, так интересно, это было видеть, просто кино, вот, и, значит, ну, дальше батюшка, спохватился, понял, что надо быка за рога, и, короче, вообще, разговор перенес, какой-то вообще, в другую степь, совершенно, вообще, какая-то политика, что-то там, мировой империализм, что-то нашу советскую родину развалил, там, что-то, Горбачев там, и ты, короче, на меня повесил развал Советского Союза, даже тогда, я помню, при чем здесь это вообще, как бы, сто лет ему надо все это, ну, ладно, вот, но самое интересное, да, и он потом, опять выговорился, ну, не так уже громко, не так скандально, но выговорился, и ушел, вот, знаете, грудь вперед, значит, как победитель с этого диспута, но самое интересное было потом, знаете, ко мне подходили люди, обычные православные люди, местные, да, вот эти, и благодарили, при том, так сердечно благодарили, интересно, что вот, надо же, ну, да, а ведь, ну, одним словом, люди не хотели в ад, вот, вот серьезно, люди, они хотели, вот, жизни, хотели рай, не хотели ад, и даже там некоторые православные стали жаловаться на своего батюшка, он, батюшка такой, ну, все-таки, короче, ладно я вернулся в Киев, мы тогда в Киеве жили да, и значит и мне Сыжевску потом братья звонили, там прошло там несколько месяцев буквально звонили и говорят, рассказывают представляете, говорят, а ну общаемся туда-сюда, по телефону как там дела, все нормально, все хорошо там церковь начали новую, все, молодцы, такие харизматические такие, братья такие горячие, вот их опять там штрафовали, опять они опять начали евангелизацию вот, и значит, и говорят мне а я говорю, а как там батюшка тот вот, который там хулиганил а он у них раньше хулиганил, он значит, в этом Пугачево, значит там евангельским верующим там проходу не давал там небольшой поселок, он все время ругался, и люди добрые его обходили стороной обычно, вот а здесь мне эти братья говорят так батюшка изменился вообще вообще, как бабки сводили вообще он вообще другой батюшка не ругается, вежливо, здоровается на улице раньше все время там ругался вот если увидел, они там знают друг друга там и кто харизматом, ну кто протестант он ругался, а это здоровается, говорит вежливый такой, вообще мы не узнаем батюшку вообще он так сказал на том конце провода что как бабки сводили вообще вот, а потом говорит значит, он еще шокировал местных а там, ну, небольшой поселочек, там сразу молва все знаете, ну, сарафанное радио Поповское радио, сарафанное радио там вообще короче, все стало известно он шокировал, знаете что, раньше он, значит там у себя в храме все время ругался значит, он, это использовал, использовал любой случай, чтобы там камень в огород протестантов, там, значит бросить, вот это сектанты там одна бабушка православная такая ну, божья дуванчик такая, бабушка безобидная вот, жаловала, чуть не плакала вот, батюшка вот, вот сказал он, меня, говорит, отпивать не будет как собаку, за кладбищем закопают а, почему? хотя, она купила себе место на кладбище а он приватизировал там все кладбище это, значит это его, как бы, территория вот, значит и кому хочет, он отказывает и там за кладбищем только хоронят сектантов, значит значит, и ее тоже там похоронят а, почему? лишит ее места на кладбище У нее последний раз в жизни последний раз в жизнь hurting like место на кладбище какой у бабушки-то, вот, значит, и лишить ее последней этой радости. Представляете, значит, оказывается, почему? Я не знал, там, не то плакать, не то смеяться, значит, она говорит, просто ее подруги, они вот в этой как раз вот евангельской церкви, по производству подруги еще, там, работали когда-то вместе, они уже на пенсии давным-давно уже, и вот однажды они там, значит, пригласили ее к какой-то праздник, там, не праздник, ну, к евангельским верующим, я вот один раз пришла, мне дали какую-то книжечку, значит, там, ну, пели песни, ну, нормально все, культурно все было, поздравили там, подарки, все, разошлись все, и она на исповеди, возьми да и скажи, молодая, неопытная, да, значит, не просто возьми и скажи, а батюшку сам выпытывал, как Ленин на буржуазии, там, значит, была ли там в секте, там, где-то ее, она и сказала, ну, ну, было однажды там праздник какой-то был, там, подарки давали, значит, и он как разорался, узнал-то на исповеди, вроде приватно, а на всю церковь заорал, опозорил ее, значит, все, лишу тебе места на кладбище, как собаку закопают за кладбищем, бабушка вся в слезах, от причастия отстранил, так это же было когда, я же просто, просто подарок, просто, просто как бы праздник и все, короче, все, и враг народа стала бабушкой, короче, вот такие истории, ну, ладно, значит, а здесь мне эти ижевские братья и пугачевские рассказывают по телефону, представляете, батюшка в церкви, а весь народ подтверждает, да, мы слышали, там...